Таких четвероногих друзей обнаружили жители дома на Малахово-79. В чате дома выставили сообщение, что собаки брошены на улицы без присмотра, неизвестно что. Там, оказывается, еще и щенки в сумке. И сказали, что они тут уже и по дороге расползаются, а вечер уже темно, и дождик накрапывал. Двух взрослых собак и четверых месячных щенят породы чихуахуа выбросили на улицу возле зоомагазина. Я увидела это сообщение, я давай быстрее одеваться, выбежала. И, получается, соседи здесь стояли, уже давай в приюты звонить. В приюты везде им отказали. Мы взяли всех щенков, унесли в помещение теплое. Оставила я в этом помещении на ночь у себя. Затем я начала свое расследование на утро следующего дня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали следующее. Я посмотрела и увидела, как мужчина подходит, приносит большую сумку, а следом бегут собачки. Значит, он собачек нес тоже в этой сумке вместе со щеночками. Ну и отследили, к какой машине они подошли. Он сумку поставил, собаку выпустил. Еще тут вот остановился. Вот, выбежали они. На одном из сайтов женщина нашла объявление об их продаже. Я начала звонить женщине, которая выставила это объявление. Я не могла дозвониться, я целый день звонила ей. Я ей раза три, наверное, написала. Она мне перезвонила и говорит такая, я не пойму, а собаки что у вас? Да. Я говорю, у меня собаки. Объясняю всю ситуацию. Эта женщина в шоке. Она мне дает номер человека, у кого собаки должны находиться. Со слов жильцов дома, хозяин собак, предположительно, барнаульский батюшка, который, кстати, как им стало известно позже, обещал помолиться за щенков. Я звоню этому человеку, говорю, как так, почему такая ситуация, а человек, который их вывез и поставил просто вот здесь, он сказал, что они уехали в Новосибирск к хорошим людям. Как таких собак выбросить на улицу, тем более маленькие щенки, им месяц. Нормальный заводчик раньше трех месяцев таких щенков просто не раздает. А маленьких выбросить, ну они просто бы замерзли за ночь. Тем более, что там один щенок был вообще 250 грамм. Вообще это жестоко. По сравнению с живыми существами, такое делать, естественно, ну не красиво, во-первых. А во-вторых, ну можно было как-то их пристроить или как-то что-то в добрые руки отдать. На третий день я вся слеза хожу, что у людей просто ни совести, ни сердца, ни… просто ничего нет. Сейчас женщина заботится обо всей собачьей семье и через месяц они действительно отправятся в добрые руки. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.